Всем добрый вечер. Давайте начнем. Сегодня мы начинаем новый предмет. У нас уже было такое начальное вводное занятие по нему, занятие по диагностике. Оно, собственно, было окончанием предыдущего предмета, предмета управления станков ЧПУ. И сегодня мы тоже немного поговорим о вводной информации начальной и перейдем к одной такой подтеме к концу занятия. Это специальная таблица, которая показывает нам соответствие сигналов орбит для диагностики с помощью МЛС. Сегодня мы будем использовать некоторые слайды, которые записаны вот здесь. Здесь это системные параметры. Мы вкратце посмотрим. Это тема следующего занятия, которое состоится завтра. Вот. И я сразу кидаю ссылку. И вот этот еще такой справочник нам понадобится. Вот. Также будет другая информация. Я буду вам перед каждым занятием скидывать. Сейчас мы используем как раз вот эту тему. В чате я вам пришлю ее тоже. Да, еще вот заходят слушатели. Пожалуйста. Итак. То есть, по сути, если вы помните, с предыдущего занятия система диагностики заключается в том, чтобы в случае формирования сигналов, это логическая единица, логическая ноль, при определенном взаимодействии, когда происходит взаимодействие между станком и человеком, мы могли бы получать определенный сигнал, точнее, определенную информацию о наличии, либо отсутствии того, либо иного сигнала. Этот сигнал показывает нам с помощью специальных обозначений в таблицах диагностических как раз вот такую информацию. Единственное, что на прошлом занятии мы говорили, что наличие в битах, например, S, либо S, либо A, вот таких обозначений, как F, F и ноль, которые отвечают за логическую единицу, логический ноль, говорит о том, что у нас есть присутствие, либо отсутствие сигнала в каком-то дескрипторе, в каком-то бите, в каком-то флаге. Другими словами, то есть это с одной стороны так, с другой стороны нужно сказать более, скажем так, практическая суть этого вопроса, потому что вот наличие сигнала, либо отсутствие присутствия вот этой логической единицы, это все как бы в теории. Как вообще мы можем этим пользоваться? Вот это всех интересует, наверное, вопрос в том, что наличие единицы в зависимости от того, что конкретно контролирует этот бит, позволяет нам узнать, является ли рабочим этот элемент, либо является ли открытым этот элемент. Если это реле, то есть оно имеет, соответственно, два положения, контакт открытый-закрытый. Если это какая-то, например, какой-то датчик, он тоже может работать, не работать, то есть быть в двух положениях. И с помощью этой логической единицы мы можем как раз смотреть его положительное значение. По сути, логическая единица – это значит, что у нас что-то работает, что-то активно, что-то включено, что-то заоткрыто, что-то входит, и если это ноль, то это что-то выходит, что-то выключено, что-то отключено, что-то открыто. То есть обратное состояние. Обратное состояние какого-то значения. Почему нельзя однозначно сказать, какого значения? Где-то FF отвечает, что контакт замкнутый, а где-то, что ось обнулена, а где-то, что ось в нуле, а где-то еще что-то. Потому что специально, специально с помощью вот такого интерфейса, я считаю, что это достаточно интуитивно понятно, с помощью вот такого табличного представления, а также обязательно, конечно, описание этих битов, более удобнее читать информацию о наличии таких сигналов. Например, все данные таблицы, имеют значение идентификатор, это item, имеет abbreviation аббревиатуру, имеет description описание, имеет function, функциональность. Получается, что если что-то контролируется, например, битом C300, который отвечает за cycle start, то есть description у него cycle start, старт цикла, то что такое старт цикла, это определенная клавиша, которую мы нажимаем на системе ЧПУ для того, чтобы произвести запуск управляющей программы в автоматическом режиме. Получается, что эту клавишу мы можем двояко воспринимать, то есть мы можем проверить сигнал, который получает система в момент получения этого сигнала и в момент его уже отработки. Поэтому все вот эти действия, проверки, они взаимосвязаны. Существует возможность проверки получения определенного, кого-то микрофон имеет, мы можем проверить, либо получить какое-то начальное значение, когда только приходит этот сигнал, то есть только получается он от CNC. А также мы можем этого же назначения, например, этого же кода, получить сигнал, когда он уже обработан, обработан, обработан в электронике станка, в PLC. Получается, что в основном мы можем контролировать такие биты, которые отвечают за передачу вот этого сигнала, либо наличие этого сигнала, логической единицы или логического нуля, для разных битов, то есть для разных устройств, компонентов, сигналов, тоннелюшек, которые идут от PLC в CNC, либо наоборот, от CNC в PLC. В разных системах ЧПУ используются разные обозначения этих битов. Например, тут это S-биты. Мы рассматриваем систему SYNTE, кто не помнит. В системе GSK это биты называются X-биты, J-биты. То есть это в принципе то же самое. Они определяют все те же самые моменты и диагностируют, и показывают нам наличие каких-то сигналов в реальном времени. Но при этом они имеют другую букву, другую цифру, другую аббревиатуру, ну а описание одно и то же. То есть обычно так же, как и, например, в программировании ЧПУ, так же, как и в управлении ЧПУ, режим MDI используется для ручного ввода данных. И если взять 90% станков, то у них у всех есть MDI, и он выполняет одно и то же. То же самое и в плане диагностики. Но мы можем иметь разный графический пользовательский интерфейс, разные там таблицы представления, где-то логическая единица, где-то написано FF, где-то точечка нарисована, где-то не нарисована. Это значит как бы 1-0. И они, конечно же, будут иметь все разные номера и разные аббревиатуры, то есть сокращения. Но, конечно, какие-то функции могут проверяться, какие-то не могут проверяться. Но и в том и в другом случае мы говорим о том, что есть возможность просмотреть информацию, которая идет от CNC в PLC и от PLC в CNC. Что это за информация? Это та информация, которая фактически может быть продиагностирована и с помощью вот таких уже, как называется, тоже вроде как таблица, описаний, descriptions, описаний таких справочников от производителя мы можем уже конкретно сказать, о чем идет речь, то есть что именно контролируется и что мы можем узнать. Давайте разберемся, как происходит вообще передача информации от CNC в PLC, от PLC в CNC. Для всего этого используется MMI. MMI – это так называемый интерфейс взаимодействия человека и станка. Если мы переведем MMI на английский язык, мы получим M – это man, то есть человек. Второе M – это machine, это станок либо машина. И I – это interface. То есть man, machine, interface. Это интерфейс взаимодействия человека и станка. Человек взаимодействует со станком посредством графического управления, графического интерфейса, я имел в виду, то есть GUI. GUI – это сокращенно graphic user interface. Graphic user interface – графический интерфейс пользователя. Graphic – это графика, user – это пользователь, а это интерфейс. Кто не знает, позволяет нам собственно увидеть какие-то обозначения. Какие-то обозначения. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть какие-то сигналы, какие-то наличия overrides, изменений. Можем увидеть статус, например, шпинделя, текущую подачу. Где-то это контролируется программно, и даже клавиши могут быть программные. Где-то в системах FUNK – это разные переключатели. Фактически мы не имеем необходимости их контролировать, потому что мы и так визуально видим, в каком положении переключатель находится. Конечно же, играет роль какая отрасль, какая система чипов, какой станок, какой производитель. Нельзя так сказать, что изучив, например, работу с диагностикой для системы синтак, мы такие специалисты, что можем абсолютно любого станка что-то посмотреть. Его неисправность, посмотреть это в таблицах? Нет. Конечно, нет. Так же, как и мы не можем управлять системой Haddelham, если бы мы изучили отлично систему FUNK. Можем, но для этого требуется какое-то минимальное время, потому что, опять же, разный GUI, разный Graphic User Interface, пользовательский интерфейс управления. Разные клавиши, разные иконки, обозначения, аббревиатуры, в разных местах они находятся. Ну, конечно же, в результате, то есть мы увидим, когда мы знаем, где это находится в других системах ЧПУ, мы увидим, что особо какой-то огромной разницы, конечно, нет. Мы можем действительно переходить и доизучать определенные системы ЧПУ и программирования, и управления, и в данном случае диагностики. Диагностика осуществляется с помощью специального такого программного обеспечения, которое находится в электрокабинете станка, в контроллере станка ЧПУ и предустановлено обычно на карте памяти, там же, где и находится сам программа для работы с сервисистемой, драйвера, графический пользовательский интерфейс, база данных, база параметров, файлы лейдер, ну и все остальное. Такая информация, такая система, она называется программный интерфейс лейдер. Вот он. В данном случае в такой системе ЧПУ это называется LADAR Software Interface SCR. LADAR Software Interface SCR это возможность контролировать позиции, то есть биты для определенных item, для определенных функций, определенных систем управления, кнопок, реле, дверей, все, что здесь контролируется, осей, которая контролируется в двух, опять же, направлениях, в двух сторонах. Это MMI в PLC и PLC в MMI. Либо SINC в PLC и PLC в SINC. Теперь давайте отследим, в чем разница между SINC-PLC и PLC-SINC. Отследим мы это на примере всего лишь первого как раз этого бита, первого S-бита, которым будет соответствовать SINC-BIT. Итак, если человек работает за станком, я нарисую условно очень, человек работает со станком, он видит экран, он видит определенные функциональные панели, стойку с клавишами, а также стойку с управлением, где есть там аварийный остановок, клавиши старт-цикла, функциональные клавиши, смены режима, overrides и так далее. Здесь находится там карта памяти, например, и вот так оно стоит и тут оператор ЧПУ будет управлять системой. То есть, с чего начинается вообще диагностика и как происходит данное взаимодействие, данный интерфейс. Данный интерфейс еще называется AIV. Человек, управляя станком, нажимает на клавишу какую-то, например, на клавишу старт-цикла. При нажатии на клавишу старт-цикла мы можем уже наблюдать определенное значение бита, которое соответствует нажатию на эту клавишу. Но единственное, что мы можем использовать биты статуса PLC син-си, а можем син-си PLC. Когда мы нажимаем на клавишу старт-цикла, то возникает какая-то команда, которую бы мы хотели сделать. То есть, это команда запуска управляющей программы, то есть, старта цикла управляющей программы. После того, как у нас система выполнила этот запуск программы, мы в результате видим, что запуск программы начался. Получается, вот от нажатия на клавишу старт-цикла до момента запуска происходит две записи в как раз эти биты. Одна запись происходит в PLC син-си биты, а одна запись происходит в син-си PLC биты. Я не говорю о процессах, которые происходят в вычислительной технике. двоичные процессы. Это сотни тысяч процессов, на которые уходят миллисекунды опять же. Для этого и используются разные уже электронные компоненты плат, которые имеет система ЧПУ. Об этом мы также немного поговорим, хотя бы образно, чтобы вы имели представление. Теперь давайте разберемся. при нажатии на клавишу старт-цикла мы сначала можем получить информацию об этом действии в битах PLC-CNC или в битах CNC-PLC. Как думаете? То есть информация о наличии сигнала логической единицы либо true да при нажатии оператором чипу на клавишу старт-цикла можно вначале смотреть в бите CNC в PLC или PLC в CNC. Для этого нужно разобраться что есть CNC и что есть PLC. CNC это ось, CNC это MMI, то есть графический пользовательский интерфейс. это стойка управления, то есть то, чем работает человек. Что такое PLC? CNC это сокращенно у нас Computer Numerical Proc, компьютеризированная компьютерная система, числовые права управления. Все это вместе составляет числовые права управления и PLC это Programming Logic Control, программируемый логический контроллер. Программируемый логический контроллер это определенная часть электроники, которая состоит из огромного числа программного обеспечения всевозможного, а также электронных схем, которые находятся непосредственно в электрокабинете станка. Туда входит и программа LADAR, главная программа управления логикой станка, туда входит и плата AIF, плата CAN, шины, плата серво-системы, плата другая и другая. Поэтому когда мы нажимаем на клавишу старт-цикла, мы ее где нажимаем? На стойке управления, либо мы открываем кабинет станка и где-то закорачиваем контакты реле. тут уже очевидно должно быть понятно, что мы работаем с CNC, ведь наша профессия будущая, либо должность будет называться operator CNC, либо animationist CNC, а не animationist PLC. Machines PLC такого не бывает, но есть programmer PLC, программист PLC. Оператор CNC управляет станком и в момент на нажатие клавиши старт-цикла мы можем посмотреть наличие сигнала в бите S, потому что бит S данной системы чипу отвечает как раз за информацию статуса устройств, которые получают от CNC, то есть от стойки управления и которые идут в PLC, то есть в электронику. Что будет происходить при нажатии клавиши старт-цикла? Будет происходить запись логической единицы в бит S 3 0, потому что он имеет такой abbreviation, такую аббревиатуру как STL, это никак не связано с файлом STL, кто знает такое расширение файла, просто совпадение, от сокращения Cycle Start Lite. Далее functions, то есть функции, которые будут выполнены, это CNC enable this flag on to indicate the business status of the CNC. Написано, что CNC включает этот флаг, то есть активирует этот флаг в положение состояния on, то есть логическую единицу, для того, чтобы indicate, показать, запустить статус занятости CNC. Что за статусы занятости? Система ЧПУ оперирует так так?